Книга «Открытым оком». Тема «Обращение ко Христу». Шестой том. Вопрос 1560. Ветхий Завет заканчивается страшными словами. Третий Ездра, 16 глава, 78 стих. Горе тем, которые связаны грехами своими и покрыты беззакониями своими. Это поле, которое заросло кустарником и через которое путь покрыт терном, так что человек проходить не может. Оно останавливается и обрекается огню на истребление. И мы вместе с пророком можем воскликнуть. Третья Ездра, 16 глава, 17 стих. Горе мне, горе мне! Кто избавит меня в те дни? Можем ли мы в настоящее время, по сути, вернувшиеся в своем духовном состоянии к тому же месту, все-таки быть счастливыми? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Слово «мы» непонятно, кого вы имеете в виду, себя только, всех ли православных христиан или вообще всех жителей земли. Общее состояние будет еще хуже. На это направлены силы дьявола. Зреет пшеница, но зреют и плевелы, и так будут расти до прихода серпа. Матфея, 13 глава, 30 стих. «Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам, соберите прежде плевелы, свяжите их в снопы, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». Что касается верующих, то они не могут быть в числе плевел. 1 Иоанн, 2 глава, 1 стих. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отца Иисуса Христа, праведника». Филиппийцам, 2 глава, 15 стих. «Чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире». «Верующие в этом мире живая, характером мира не могут пропитаться, и поэтому радость их не отмирная». 2 Иоанн, 2 глава, 22 стих. «Так и вы теперь имеете печаль, но я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас». Апостол Павел, сидя в тюрьме, прикованной к стене, писал о великой радости во Христе, что он, искупленное его чадо, идет к нему на вечное свидание. А мы еще не испытываем тех больших страданий Павла, и поэтому подражать Павлу в радости не так и трудно. Деяние апостола, 26 глава, 29 стих. Павел сказал, молил бы я Бога, чтобы, мало ли, много ли, не только ты, но и все слушающие меня сегодня, сделались такими, как я, кроме этих уз. Филиппийцам, 4 глава, 4 стих. «Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь». 2 Тимофея, 4 глава, 8 стих. «А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный Судья, в день Он, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Судья!